друзья сегодня понедельник сейчас скажу какое число 12 сентября мы снова в моем саду и наверное стоило бы назвать именно этот фильм небольшой 10-20 минутный а что у нас ребята в рюкзаках вот ветерок поднимается удастся ли снять фильм обычно шум заглушает мы попробуем а что у нас ребята в языках маньчжурский орех видите вот нужен он вам я не столько говорил с придыханием интересного что наверное уже вы слушать не захотите в очередной раз маньчжурские орехи должны расти по всей россии почему редкий случай когда интернет не врет а говорит великую правду и о пользе вот этой вот уже правда переспевшей вот этой самой кожуре о самих орехах вот о том что делают какие настойки о том что из рощи своих маньчжурских орехов может стать основой новых новых подчеркиваю санаториев а что у нас ребята в рюкзаках вот собираю все подряд это на семена эти фрукты в данном случае разные разные сортовые яблони будут доведены до состояния гниения потом все их будут взяты семена ладно пойдемте пройдемте не осталось ли чего-нибудь интересного для всех подчеркиваю не только для меня пусть я вам показывал рассказывал возмущался нижние скелетные ветки прокляты даже представителями многочисленными тысячеразовыми представителями официальной науки подчеркиваю нижние скелетные ветки прокляты а здесь наверху их и не было низ это самое удобное место для этих самых для по отношению именно нижние скелетные ветки кроме того по железу и по курдюмову нижние скелетные ветки являются даже не главное что они дают вот такие вырожаи я уже половину снял отсюда их вот главное это то что вот эти листья с нижних скелетных лет их кормят корни кормят всю подземную живность чем глюкозой когда это станет всем понятно их перестанут отрезать перестанут гибнуть миллионы деревьев какие миллионы 100 такой миллион миллиарды настолько у нас все это вот они яблочки не подумайте что-то с другого дерева которая еще не упала видите вот они красавцы вот это мы имеем так называемый 400 граммовый антоновка она слегка розовеет вот смотрите видите слегка розовеет вот очень красиво видите вот эта розовость ему придает ему придает подвой подвоем является сибирка полюбовались и так это зимнее это хранится всю зиму вот понятно да вот есть у меня такие прививки особые смотреть скелет не в скелета центральный проводник вот видите я внедрил кое-что вот golden daily шосс видели ой а чё так плохо видно на экране ну-ка непонятно что случилось с экраном я надеюсь то что раньше показывал вы видели а если не видели то фильм начался с этого момента что-то было не то итак прививка центральный проводник новый сорт golden daily шоссе причем на этот раз настоящий голден в отличие от того что я показывал раньше и видимо была совершена ошибка это был не голден ладно за такие ошибки я прощаю потому что что неправильный голден что правильно это выдающиеся сорта вот ну что надеюсь тут небольшая техническая ошибка не повлияла на съемку пойдем дальше итак мы сейчас как бы по неволе получилось что изучаем то что есть белба уже отошла даже осенние сорта вкуснейшие осенние полосатые отошла вот она была признана моими друзьями чуть ли не лидером а заплодоносил у меня лимонка второе место на выставке была проведена дегустация заняла но у меня она получилась мягко говоря ну не самое и но у меня свои лидеры вот так скажем вот один из них внимание вот обратите внимание видите вот это вот красота если руку подставить руки будет не видно судить красотища какая видели она без названия еще почему никак не получается ее определить что-то такая вот ну а это вы уже знаете или два названия как бы неправильный golden delicious и мне вынужден был назвать ее лондон железа почему потому что я его каким-то чудом увеличил два раза она достигла рекорда 500 грамм давайте с этой стороны не пошли 500 грамм вот сейчас мы с вами про болезни поговорить и вот она красавица смотреть данный момент еще нет 500 где-то 400 но еще и висеть месяц сейчас только первая половина сентября вот и вы сразу скажете железа у тебя больные яблоки посуды что творится ужас вот а я вам говорю ребята одна из причин вот сейчас покажем похвастаюсь и не похвастаюсь но уже идет перед нами учебный фильм смотрите скажите болезни караул где при все эти я да почему не применяете что вы творите вас опять смотрите что случилось почему она сама так делается сейчас ага вернулся что же это творится я вам объясняю одни болезни ребята птицы клюют самое вкусное это я открываю один из секретов всему свету когда идут эти бесконечные собеседования как когда несколько специалистов натаскивают все все всех сотни тысяч даже сотни тысяч говорят болезни кстати видите парша да действительно парша но вначале птица выклевывает вот это вот и это место заболевает уже просто отгнивает это не болезнь это никакая не зараза это не бактериальный рак это не бактериальная эти самые ожог это не парни одну парша как следствие вот видите нарушилась вот это все и тогда поселился гриб гриб парша вот раз вот здесь начинается еще раз говорю начали ранку делает птица почему этого никто не знает почему такой простой еще покажу вот это вот видите да почему объясняю причины простые как пять копеек еще проще причина банально вкусные они вкусные видите их прямо едят эти самые я потом отдельно как-то сяду кое-что расскажу уже сидя в беседке я боюсь слышали меня шум стоит из-за ветра но если все таки слышно пойдемте еще походим вы поняли причина птицы нарушает целостность яблока она начинает болеть раз два три вот она причина настоящая мы идем дальше вот идем дальше ой медовая висит последняя яблочко это мое открытие всего второй год мы наслаждаемся плодами яблони медовая посмотрите на эту красоту необыкновенную видели вот она вот она вот она почему ее птицы еще не склевали не знаю вот еще вот это посмотрели ну посмотрим она тоже не из летних вот обратите внимание сейчас поднялся ветер вот еще вчера я фотографировал их на дереве видите красоту эту вот вот она это один из сортов колонновидной яблони вот я кидаю в одно место это один из сортов колонновидной яблони вот остатки на дереве да колонны нельзя назвать чисто стопроцентны вот и не видите последние вот но и делать из них колонны уже каскаде идут пока мое объяснение идет поколение за поколением колонны постепенно разжижается и чисто понятие колонны исчезает и скоро исчезают навсегда и они превратятся в обыкновенные яблоки яблони видите вот смотрите как над ними издевался я вот эта веточка была отрезана редчайший случай я взял на прививку уж перенести ну надо перенести ну надо видеть эту красоту я ее потеряю стоило отрезать веточку вот она вся мертвая вот до сюда видите дальше не трогаю я надеюсь дальше не пойдет вот а если вот тут отрезать как она дальше пойдет понимаете я могу ее потерять наверное придется все-таки спасать ее размножением этим самым вегетативным то есть прививками вот это вот моя самая знаменитая это баргузин вот уже последние яблочки висят видите вот и страшнейшая засуха и она начинает умирать вот ветка это еще одна ветка я не буду трогать это замедлит умирание может быть растянется на 5 на 10 лет вот он плоды баргузина вот это пап вот они у меня отсюда смотрите туда вот они у меня но не считая того что сюда слива залезла между ними вот это поголовье скоро у меня через пять десять лет исчезнет я вас я мог бы продолжать продолжать как фанатик заниматься этим их воспроизводством они не играют моем саду никакой роли и вашим не будут играть это все не случившаяся сенсация была но сенсация была надута и он раздули как воздушный шар надули и все это оказалось даже не липо яблони колновидно существует вот они но тут главное не отрезать боковые ветки не слушать этих умников молотрезьте боковые ветки вот перед вами колонны да густая густые ветки но средней полосе этих и в сибири тем более никогда центральный штампл относить не будет кроме первого второго года видите видите вот ну годом раньше мы ходили фильм снимал фотографии делал два ведра было но ее пик прошел этот пик больше уже такого не будет наставает второй период жизни ну что рассказал то рассказал еще раз посмотрим вот упала яблочко рассмотрим его да вкусный до прошлом году два ведра вот но знаете по моим меркам когда у меня лучшие года были до пожара ностры пока его не сожгли тот сад у меня там были скромненькие 20-30 ведровые урожаи 20-30 ведра дерева есть еще фотографии кому надо покажу вот фотографии мы все фирменные то есть их легко у них есть как бы это назвать то редчайший случай у них есть авторство вот уникальный случай видите видите я их не снял вовремя он они превращаются мумифицированные вот они венгерки мумифицированные их надо вовремя снять они прямо на дереве начинают портиться смотрите видите но косточки с них я возьму вот я сейчас они уже мумии превратились я потом их подберу тут еще каждый раз прихожу несколько собираю почему косточки бесценны они кости повторяют качество этих же венгерок слив и вот так случилось что яблоня богатырь находится меньше метра между ними ну так сложилось и вот тут я каждый раз чтобы это не было сильно грустно вначале покажу вам почему бы яблоня богатырь смотрим видели еще один богатырь до 300 грамм весом вот она вот она вот я вспоминаю притчу у меня уже не один первый случай а я не хочу чтобы сильно грустно были фильмы и так я были за новосел вспоминаю притчу библейскую перед ослом насыпали две торбы с отборным кажется ячменем или отборным отборным можно все-таки ячмень ну допустим что-то из лаков вот и в одной турбе был великолепнейшее зерно и в другом векаре пришел он вроде в одну ткнулся нет а вроде вкуснее вот туда морду ткнул нет вроде та вкуснее и вот он так пытался понять который вкуснее все растерялся и все ждал ждал когда созреет его мысль какая вкуснее и вот он прошло время день за днем а он все не решался не ту съесть и ту и так и умер с голоду вот я примерно на эту притчу почему посмотрите яблоня богатырь так вот она вот они эти самые венгерка ну так сложилось венгерка вот одна венгерка 2 венгерка вот он пошли венгерки видите это все было в питомнике железово а я здесь садил сад на постоянной основе вот он вот он и в это на постоянной основе и вот эта груша так и вот это это постоянно а венгерки его должны были быть проданы он продал но не все вот эти я потом и говорил давай оставим навсегда и в одном месте получилось так конфликт что оставить этот или этот обе оставил и теперь как бориданова сел они им скоро мешать друг другу будут и что мешают один дает венгерки слих другой дает великолепные яблоки это поздняя осенью у нас в этом году осень раньше началась потому что за сходить и вот я как бы ряда на осел хожу и думаю как шо будет дальше ну пока с голоду не умираю и на том спасибо идем дальше тут же рядом груша грушу я наполовину уничтожил собственными руками шикарнейшую грушу посмотрите почему а почему уничтожил вот это все я резал 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 на черенки почему груша отборнейшая одна из самых шикарных это космическая груша вот сейчас я вам покажу вот она она как-то странно растет видите вверх растет вот она видите красота какая я боюсь трогать она может упасть под деревом ну давайте те которые под деревом посмотрим это роскошные груши вкуснейшие это один из моих лидеров тем же переспел это пойдут на семена а это еще крепкая довольно упала но крепкая смотрите у него тут попали шик видите вот 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 так почему-то плохо видно ну-ка опять что-то сдвигаешь фокусом сдвигается что ли ну давайте как что как вида так видно вот этот попали шикадут возле нее это говорит о том что это космическая груша вкуснейшая вещь по неволе получилось что я потерял пол дерева дальше технология возвращаемся еще раз любуемся на эту грушу она так странно как-то вверх растет но это все по-честному смотреть вот видите все по-честному и обратили внимание это дерево фактически начала умирать вот вот это отрезал вот этот отрезал причина страшно много черенков срезал придет зима вы уже видите эти черенки растут из поврежденного места и они уже не полноценно я их уже вам не продам вот а здесь мне выхода нет мне надо я очень много занимает благотворительностью слово непонятное для тех кто не смотрит по сторонам и не видит сколько вокруг нищеты а мне придется 1 на 5 вот эти вот ветки отрезать вот видите они темно-зеленые вот эта ветка ниже растет вот она оттуда дала прекрасно побеги вот и как вы убедились никаких болезнях и речи нет речь идет о том что искалеченные деревья в сибири погибают об этом не знают те кто учат прижать деревья делать им искусственные штамбы ну вот посмотрели еще раз полюбовались давайте на ту которая на дереве вот сейчас у меня очень мало гостей а сейчас показываю еще раз и пока иду к следующему дереву рассказываю и так сегодня а все по-честному приезжали из черемушек муж женой весной брали у нас саженцы довольны на чем-то раз бы не приехали вот рассказывает я даже не выдержал даже возмутился сказал что же вы это давайте я включу камеру скажите это на камеру все эти проклятия а проклятия такие выписали груши груша пришла с урала с одной из самых раскрученных питомников на пятый год дала пи несколько плодов показали вот так вот так крупные такие отборные и говорят вначале разрезали оказалось первую несъедобную вот подождали думать ладно пусть полежат полежали оказались черные внутри вот и все пять лет они мы не молодые вот и скажите на камеру чтобы не молодые что нельзя так обращаться с людьми нельзя так обращаться с деревьями высылать такую чушь не не будем не хотим ну как хотите пусть вся страна также продолжает все это этим заниматься вот поняли да ладно мы идем дальше по своим делам молодые груши посмотрите на приросты ведь когда я буду не сажать эти приросты вот они у у груши есть свойства давать практически вертикально вот читаем гигант подмосковья они кстати купили они просили космическую и вот ту которую вы видели как одну такая вот что я в руках держал вот такой сайт они купили и просили мраморных не было так а купили гигант подмосковья не то что недовольны но они не у нас уже ни одного плода нет как их угостишь гигантом когда ни одного плода нет уже закончились ну взяли я гигант подмосковья это шедевр это это невероятный шедевр ладно успокоились купили и вот теперь вот этот шедевр я начну не сажать этой ветки на продажу и получится вот так вот допустим она отсюда начинается вот эта история как там сейчас где мы космическую смотрели несколько лет и начнет болеть ну по-крайней мере ради вот этих приростов вот они разу три четыре пять шесть десять один из двадцать четыре 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 я заработаю на этом но эти четыре тысячи в каждой ветке по моей методе получится вот так вот допустим она отсюда начинается вот столичка оставляем раз два три но здесь можно до пяти побегов до пяти серенков если по две почки взять но лучше не больше трех это мой принцип чем ниже тем надежнее а еще один сорт который постепенно переходит почему-то в разряд зимних и так розмарин давайте любоваться в этом году он мелковат это из-за засохи дикого писать сегодня ни разу не полито давайте глядеть выберем что-нибудь по интересе ну допустим вот это видно нет ага видно окрас видно на этом плохо видно как раз давайте возьмем другой но вкусная зараза первая тройка первая тройка вон они они сюда по низу любят прятаться вот они вот ну что разглядели слюни текут а вот смотрим вверх для всего два таких дерева тоже буду уничтожать тут порядка 30 серенков полноценнейших для вас но еще сергею надо на прививку скорее всего это дерево мы угробим вот они посмотрите красота как их как-то не скрывается вот они раскрывались вот их разоблачил вот и них красота ну что все дебры лучшие сорта мировой селекции лучшие сорта в мире а еще адаптированные я уже не говорю ранее скоронированные дальше будет помните как я писал раньше скобка хохот в академическом зале фото со ранирования я применять не имею права я имею право только говорить адаптированные ну что прощаемся с розмарин и наверно последняя камера уже 25 минут работы в 29 она сама отключается перед нами внимание вот когда я буду устраивать эти самые викторины чтобы сами догадывались что это такое ладно признаюсь мы уже собрали тут все это уже остатки это называемая и так называемая так это у меня сейчас покажу где-то покрасивее вот они вот видели красота и вот там они дальше ну то это уже остатки это бельфер китайка ну в этом году еще меньше стали я не виновата крупные уже упали по собственным весом какую-то бы одно разглядеть поближе так ну вот они такие все бельфер китайка разобрались и наверное на сегодня все то что вы видели этот участок был поращен за миллион рублей 10 соток совсем недавно 2015 году вот вот эти посадки 2016 17 18 года вот это все молодежь а там дальше старики вот те здоровенные абрикосы сам удивляюсь как то можно было вырастить за считанные годы и чтобы этот фильм был учебный я уже фотографию сделал внимание внимание вот сеянцы посажены не глубоко по железово почти на поверхности и все равно они дали вот таких смотрите штаммы я не мог не имею права брать отрезать один оставлять другой это так природы положено ну здесь один штамп но посмотрите какой низкий кто какой идиот когда-то 18 веке сказал когда появилась как называется печатное дело приказал всей стране всему миру отрезайте оставляйте 50 90 и вот выпускниц эти мерязевки вот эти 50 90 сантиметров по симметр приняли за истину за догму и давай учить людей отрезать 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 вот эти эти мерязевки а это современный мир это 22 21 22 год 21 века вот он сеянец но он такой от природы кто то сказал что он должен быть другой ладно бы где-то бы пострадала верхушка и полезли бы дополнительные там то что называются волчки нет ребята положено ему от природы вот он такой есть эти все три ветки появились самого начала но уже две точно третье может чуть-чуть позже уже две точно уже две точно одновременно сразу есть причина к тому сейчас объясню еще покажу ну где тут метр 90 сантиметров отрезать все это раны делать вот идиотский совет постепенно превратился в догма в один из законов выдуманных высосанных из пальца вот буду на и потому что иначе не скажешь однажды сейчас еще запись сколько осталось все закончилось все жаль вверх когда повреждается тогда они растут несколько столов все успел до свидания друзья не будьте этими